Доброе, доброе, всем утречка! Время 9 утра, а уже плюс 17 градусов. И я еду на анализы и на ЭКГ. Вроде бы в инвитро делают ЭКГ. Сейчас посмотрим, ребята, без записи, поэтому, может быть, и не примут. Погода прекрасная, солнышко светит. К часу дня уже ожидается плюс 20 градусов. Но я вот в одной футболочке поехала, потому что очень тепло. Все, девчоночки, так удачно я сегодня поехала в инвитро. И кардиограмму сделали. 228 рублей сама кардиограмма, 228 рублей расшифровка. И у них же теперь есть и УЗИ. Так что я записалась к ним на сегодня на 3 часа. И все, у меня все будет в один день готово. К пятнице результаты крови будут уже... Должны быть готовы. Соображаю. Я даже воды еще не пила. Доктор не могла долго кровь у меня взять. Она говорит, вы водичку-то хоть пили? Я говорю, нет, я даже водичку не пила. Так что вот сейчас у нас тут бутылка воды. Попью воды. Счастливая, довольная. В 3 часа отстреляюсь. И буду свободна. Единственное, вот вчера так перенатрудила свою ногу, что вообще сегодня всю ночь не спала. Так она у меня болела. Два раза ночью вставала, мазала кетаналом. Вот надо бы что-то, конечно, с ногой решить. И с плечом моим этим очень болит. Не знаю, может сделать рентген или КТ. Смотрю сейчас скидки какие-то на КТ. 2000... Верхние суставы, что-то там такое. 2550 рублей, что ли, стоит. В общем, пока на данный момент у меня ушло 400. И 1200, наверное, где-то уйдет за УЗИ. Потом точно скажу, сколько всего ушло. И покажу расценки на анализы. Все, мне распечатку всю дали. Все, поедем пить чай. Голодные, но счастливые. Всем прекрасного денечка. На улице так резко поднимается температура, ребята. Уже плюс 18. Так что днем, наверное, будет совсем Ташкент. Ну все, ребятушки. Уже позвонили мне с инвитра. Забрала я заключение КГ. Все вообще замечательно. С сердцем все в порядке. Ритм синусовый. Нормальное положение электрической оси сердца. Нарушение, нарушение ритма, проводимости и шимических изменений не выявлено. Врач Беркес. Так что все в порядке. Сейчас мы приехали уже на УЗИ. Сделаем УЗИ. И останется дождаться результатов анализа крови. И все. Все хорошо. Пока все хорошо. Сегодня вообще очень удачный день. Так что я довольна. Все быстро и прекрасно. Вот, ребята, свежее заключение УЗИ щитовидной железы. Сегодня я прошла. Ну, в общем, доктор сказала, доктор УЗИст сказала, я не эндокринолог. Диагнозы ставить не имею права. Поэтому ставлю пока что АИД под вопросом. И единичный узел правой доли ТИРЭЦ-3. Сказала, что я вам рекомендую пройти пункцию еще этого узла. Хотя, хоть вы его и делали, но вот когда ставят ТИРЭЦ-3, это пограничное такое заключение. Вроде как и доброкачественное, но не пропустить бы злокачественное. В общем, вот так вот. Так что сравнила я, в принципе, со старым моим заключением щитовидка. У меня объемы сейчас меньше, чем были. И даже узел чуть-чуть меньше, чем был. В принципе, как бы результат-то неплохой. Ну, вот единственное, токсический зоб, она сказала, я не имею права вам поставить диагноз токсический зоб. Но больше похоже, действительно, на тиреотоксикоз. Поэтому заключение даст уже доктор. И, естественно, когда уже будут у меня на руках анализы крови. Вот пока такой промежуточный результат. Забыла вам еще сказать, что УЗИ щитовидной железы в инвитро стоит 1295 рублей. Я заплатила. Вот, ребята, стоимость УЗИ 1295. И вот мое маленькое заключение по ЭКГ. По сердцу все хорошо, никаких нареканий нет. Привет, ребятушки. Ну что, сегодня я иду на стрижку и покраску. Посмотрим, что получится. Погода замечательная. С самого утра уже плюс 21 градус. Тепло, очень тепло. Вот, ребята, хотела показать стрижку. Сделали такую асимметричную. Но на улице небольшой ветерок. Плюс милирование. Поэтому толком и не показать. В общем, мастер сказала, не хочу я вас коротко стричь. Давайте оставим шапочку. Вот так вот. Как вам? Ну, лучше, конечно, чем было. Было уже безобразие на голове. Сейчас более-менее аккуратненько. Все. Асимметрию я никогда не делала. Буду привыкать. Пошли мы с Димой сразу на прогулку. Пока погода позволяет. Потопали. Погуляем. А-то вчера такой день был. С самого утра. То туда, то сюда. Все на машине. А уже освободились мы почти в 5 вечера. Никуда не хотелось. Поэтому вчера мы сделали выходной и на прогулку не выходили. Очень тепло, повторюсь. И стремительно-стремительно растет зелень. Травка, листочки. В общем, прям лето-лето. Вот, ребята, как уже зелена. В Петрозаводске-то зелень распускается. Очень стремительно. И травка зеленая. Дома высоченные. Красота. Сегодня у нас на ужин салатик из свеклы. С луком. С петрушкой. И укропом. Как я рада, что здесь нет проблем с зеленью. Кушай сколько хочу. Сегодня свекла, ребята, в Сигме была всего по 25 рублей. Очень красивая, свеженькая. У меня на ужин сегодня будет палтус. Вот Дима только что пожарил. Палтус, ребята, был сегодня по 545 рублей. Взяли палтус и свекла. Вот мой ужин. Свекольный салат. И палтус. Вот так вот. Всем приятного аппетита! Доброе-доброе всем утречка. Суббота, ребята. У меня сегодня на завтрак смузи, как обычно. Только не с кефиром, а с ацидофилином. Также банан, отруби и вот ацидофилин. Очень вкусный завтрак. И сытный. Сегодня завтрак ранний. Я завтракаю уже в 8 утра, а не как обычно, там в 12 или в час. Потому что мы едем за внученькой и поедем на аттракционы. Все, ребятушки, помчались мы за внученькой. Ну, естественно, я сегодня волосы уложить. Так, как парикмахер не смогла. И расческа у меня не круглая. И, в общем, ну вот как-то так. Ариша! Все, кружочек заканчивается, опускаемся. Еще не опускаемся, еще поднимаемся. Аришенька вообще не боится на колесе обозрения. Сидит себе спокойно, крутится во все стороны. Ух, как высоко! Наши в зеленом вертолете. Дерево мешает. Как же все-таки детям весело. Нашу Аришеньку даже не видно. Летом наша девочка едет. Сейчас начнет крутиться наша девочка. Ух, здорово как! Ой, весело! Аришенька у нас ничего не боится. Ой, какая смелая девочка. Ой, деткам, конечно, аттракционов всяких. Красота! О, желание! Какой invariant случилось. Раишка, капитан, лодки. По железной дороге приезжают напитки. Тут даже светофоры работают. Вот такой поезд привез нам напитки. Раишка уже принялась пить, ждет и дождется свои наггетсы. Я заказала пасту с креветками. Тина заказала борщ. Раишеньки, картофель фри, наггетсы куриные. А дедушка себе заказал жаркое мясное с картошкой и овощами.